итак ребята всем привет сегодня у меня видео по поводу такой посылочки получила посылку сегодня вернее даже получил посылку вчера но вскрывать ее буду сегодня осталась мне эта посылка через экспресс почта заказал прибор прибор у меня шел 10 дней хорошо у нас запаковано надежно качественно получил я вчера был на работе и поставил задачу своему сыну получить потому что наш район курьеры не часто ездит и вот получилось получить ее вчера вы знаете скрываю сегодня вы даже не можете представить сколько нужно было силы воли чтобы ее вскрыть сегодня не вчера сегодня это то же самое что например ребенку сказать что на столе лежит конфетка но ты ее не бери вот и здесь тоже также сейчас мы вместе с вами откроем эту посылочку эта посылка у нас ребята новинка 2016 года вот так что я своих знакомых камрадов и видел чтобы были такие приборы вот так что я буду один из первой кто ходит с таким прибором прибор сейчас я встрою и вы сами узнаете что это за прибор прибор по своим характеристикам очень хороший тем что цена и качество вот в конце сезона где-то примерно в ноябре месяца эта посылка этот прибор а стоил 26000 вот если вы посмотрите этот прибор я заказывал за 35000 то есть начало сезона это этот прибор будет уже стоить примерно 40 тысяч может и того больше сейчас я ее немножко скрою неудобно снимать и вскрывать и так скрыл я упаковку транспортировочно вот выглядит у нас вот такой приборчик вот все у нас здесь на приборе на английском по ходу языке сам прибор у нас турецкий здесь знаки все что я понимаю во знаках и здесь у нас bluetooth имеется фонарик пинпоинтер вот эти сожалению знаки я не знаю но в инструкции когда буду разбираться вам обязательно скажу сейчас мы с вами будем его распаковывать здесь у нас показывается так так вот у нас наушники наушники у нас вот идут в комплекте замечательно так дальше здесь у нас находится всякие крепежи какие-то ладно разберемся дальше идет вот такая вот катушечка в принципе катушка по размеру похоже на на фишеры на фишер 4 на фишер 75 в принципе такое знаете хорошего качества все сделано так все аккуратно замечательно затем у нас вот инструкция идет инструкция идет имеется вот такой диск я так понимаю с инструкции по обучению идет у нас вот талон гарантийный талон от 11 января 2016 года макро рейсер ну что вам хочу сказать вроде вроде пока все добротно добротно сам приборчик у нас вот такой вот идет так защитная пленочка у нас имеется так царапин сколок тоже вроде нет вот пока все добротно добротно такие вот две штанги ну штанги конечно ребята такого металла хлюпкого так ну на этом наверное на этом и все инструкции я вам ничего сказать не могу сегодня у меня просто видео обзор по приему по приему этого прибора тестировать прибор я буду наверно позже когда зазнакомлюсь с инструкцией так что прибор вот такого характера я приобрел этот прибор еще получила свое название гонщик гонщик почему а просто вот по такой вот расцветке прибор так здесь у нас тунглера включения под наушники вот звуковой сигнал у нас вот имеется здесь здесь у нас я так понимаю батарейки вставляется ведь даже с комплектом батареек находится вот включение тогда мы можем его сейчас включить правда еще не разбираюсь не знаю как он включается но сейчас посмотрим посмотрим включение включается он у нас вот здесь вот сбоку я так понимаю и итак подключила я вот катушечку без штанги но для для начала хочу проверить работа ли прибор прибор у нас включается на подлокотники в принципе удобно вот в принципе туго включается вот у нас включился щелчок произошел вот загорелся табло и сразу заработал вибро режим у нас вот в этом приборе имеется также вибро режим помимо звуковой оповещение здесь имеется еще и вибро вот как вы видите табло подсвечивается сейчас у нас он постоянно находится в режиме вибрации потому что нахожусь дома и хорошо и везде все прозванивает регулировка осуществляется при помощи панели вот здесь вот имеется панелька четыре кнопочки вот по крайней мере сейчас я это не знаю что именно за режимы но большая шкала всяких дискриминаций сейчас мы просто смотрим как он функционирует на все варианты вот это у нас я так понял уже подсветка то есть начинаем немножко разбираться а вот имеется у нас здесь с правой стороны прибора режим зарядки батареи потом у нас имеется наверное шкала пинпоинтера вот в общем интересно в принципе приборчик ознакомиться вот так же здесь у нас и имеется и подсветочка вот фонарик вот ну так что ребята сейчас у меня видеообзор просто по приему посылочки вот в принципе все добротно добротно в принципе я рад рад такой посылки то что вот принципе она дошла до меня сегодня вот страшновато было конечно отправлять по почте 35000 вот инструкцию я посмотрел инструкции у нас имеется на нескольких языках так что разобраться проблем не будет все подробно описано про все режимы вот здесь вот я немножко посмотрел что у нас имеется сейчас я вам скажу режимы работы вот усиление чувствительность пороговой торг вот так потом фильтров какие-то обслуживание отслеживание грунтов сдвиг частоты звуковой тон вибрация фоновая подсветка так режим дискриминация режим два тона три тона режим пляж автоматический баланс грунта вот ручной баланс грунта все это у нас прописано в инструкции обслуживание в общем в принципе принципе неплохая такая инструкция все подробно все описано рассказано нарисовано вот интересно сейчас я посмотрю и загружу вот этот диск если что-то будет интересно то я вам покажу то что у нас имеется по видеоматериалу данного прибора и так если сейчас будет интересная информация на компьютере то я вам продемонстрирую и так подсоединил я катушку штанги в общем все что принадлежит комплект этого прибора я подключил в данном случае я подключил громкость в обычном режиме когда крутишь этот тунглер остается просто вибро при полном довороте у нас появляется звуковой сигнал такой в данном случае нас прибор не отбалансирован и он издает вот такой звук в принципе на уши сильно не дают как некоторые приборы вот хочу сказать что прибор в данном случае в руке очень устойчиво держится то есть при резком довороте влево вправо при поиске принципе катушка ничего не гремит вот в принципе штанги держит себя уверенно и в руке прибор в принципе достаточно так хорошо сбалансирован удобно в принципе машина очень интересно вот сам главное здесь все под рукой здесь у нас вот имеется тунглера подсветки регулировать при помощи одного пальца в принципе удобно хочу сказать минус то что этот прибор рассчитан не рассчитан для левши то есть ему не будет удобно работать с этим прибором вот ему нужно здесь вот находиться ну в данном случае прибор приятно в руке держать вот то есть он оправдал моих ожидания хотя рано мне об этом еще говорить потому что все это нужно проверить конечно же уже непосредственно поиски но хочу сказать в принципе надежный прибор выглядит достаточно симпатично вот все четко прописано все надежно здесь скреплена регулировочные винты задней стороны у нас имеется громкость для четырех пальчиковых батареек хорошо что у нас имеется 4 4 пальчиков батарейки а то с кронами неудобно как у фишера здесь у нас заглушка имеется для наушников наушники я проверил конечно наушники хотелось бы конечно как как-то получше наушники иметь то есть посолить не в данном случае у нас обычную такие вот наушники я считаю что в принципе дешевого такого варианта ну не знаю конечно нужно помощнее это хлюпенька выглядит ну а так ничего приборная порадовал ну и в принципе за такие деньги он конечно радовать владельцы должен ладно смотрим и так ребята я решил посмотреть этот диск но к сожалению у нас этот диск всего на трех языках английский испанский и турецкий вот у нас прибор является турецким так что из-за этого у нас три языка так возьмем английский вот прибор называется макро рейсер чувак какой то здесь могли бы и взять кого-нибудь посимпатичнее чтобы хоть был фотогеничный вот по прибору здесь в принципе ничего не понятно не рассказано просто общие характеристики ну вот здесь вот показано небольшое того что обычный прибор откловит и макро рейсер вот рассказывает то что водонепроницаемая катушка дискриминация в общем имеется подсветка хоть прибор наушники вибрация удобный сбалансированный подлокотник вот балансировка грунта в общем с перевода понять что прибор является очень хорошим для отдыха для любителей данного вида хобби так что инструкция нас конечно не порадовала себя ничем интересным очень подробная инструкция у меня гарот аська 250 там действительно подобран все красиво симпатично все сделано вот что у нас тут дополнительно здесь какие-то инструкция инструкция что входит в прибор в данном случае я брала первый только вариант вот это вот первый вариант вот это варианта про про сна там ничего такого нету дополнительно про называется то что входит дополнительно комплект сумочка для переноски шапочки короче всякая ерунда там зарядное устройство для прибора ничего особенного здесь как раз мужичок рассказывает что входит в комплект данного прибора нет так что ничего здесь интересного нет то если вот про катушку мини рассказывает но это дополнительная дополнительная опция как вы видите здесь чуть ниже показано дополнительно что можно заказать катушку большего диаметра снайперку и наушник про который я вам говорил чтобы наушники были по солидней по по качеству и надежности но в принципе ничего такого особенного в приборе про нет то есть два прибора одинаковых единственная комплектация здесь немножко побольше всяких мелочей но извините меня разница в денежном эквиваленте существенно я уже не помню я заказал за 35 комплектация приборов про сам порядка 40 тысяч то есть за какую-то мелочь просит 5000 ну на завод там даже по моему побольше пяти тысяч все равно я думаю что это не стоит следующий пункт у нас показывает как собирать полностью прибор но без этой инструкции же меня все дошло то есть русский человек теме отличается своей сообразительностью я все без инструкции собрал думаю пару выходов и я уже могу без инструкции настроить этот прибор то есть здесь ничего сложного нет штанга крепится вставляется в общем шарниры в общем ничего такого сложного нет ничего для чего эта информация конечно но может англичане испанцы и турки может им это надо но нам такая подробная инструкция сборки не требуется так следующее что у нас посмотрим что у нас в этом подпункте видно здесь уже показывает как работает человек непосредственно с прибором на грунта ну здесь нам непонятно что говорят ну ладно здесь объясняет по настройкам настройки дискриминации от балансировка грунта пинпоинтер в общем все нам это тоже понятно проводят и тест тест по монете показывает на приборе как реагирует на монету в принципе ничего такого особенного то есть обычная тестирование монета интересно то что вот как вы видите по тестам показывает что отклик катушки очень замечательно тем что если ты медленно проводишь хороший четкий отклик или быстро вот на других приборов такого нету да мужичка конечно не фотогеничного предоставили здесь могли бы кого-нибудь и какую-нибудь девушку симпатичную поставить ну здесь банальная проверка прибора на отклик на монеты как реагирует прибор на ту или иную монету и ее характерный звуковой и цифровой сигнал вот видите интересные моменты то что катушка реагирует на рядом лежащие два предмета то есть рядом две монеты две монеты и это как кратковременные кратковременные сигналы то есть очень замечательная катушка реагирует на данные сигналы очень хорошая ну все понятно и отчетливо ясно как работает прибор но сейчас будет проводить тест по отклику стандартной катушке макро рейсера по по сантиметрам по шкале сантиметровой линейки в данном случае я вижу там очень маленькие монеты очень маленькие монеты судя по размеру это примерно будет если переводить на наши на наши монеты где-то примерно тоже также чешуя чешуя и где-то примерно размером до 3 копеечную монету самого большого размера сейчас него руках я так понимаю медная монета показывает 15 20 25 20 27 сантиметров но на медную маленькую чешуйку очень маленькая чешуйка дальше я так понимаю что идет у серебряная серебряная чешуйка 10 15 20 25 29 практически 30 сантиметров 30 сантиметров очень хороший сигнал очень хорошим дальше монета размером наверное две копеечки 15 20 25 30 почти 35 35 сантиметров замечательно хотя он выставил ее на 37 на 35 хорошо дальше я так понимаю наверно по размеру 3 копеечная монета 35 четко 40 40 сантиметров 3 копеечная монета он конечно выложил на 42 ну и размер 5 копеечные монеты четко показывает 35 40 40 сантиметров 46 ну я 46 бы положил вот в данном случае в принципе хороший диапазон но извините меня это у нас по воздуху по воздуху конечно разница есть сейчас он будет тестировать у нас катушку мини катушка снайперка вот показывает в принципе очень хороший отзыв чешуйка медная показывает на 20 на 20 сантиметров ну в данном случае у меня катушки снайперки нету вот так что мне наверное рановато смотреть такое видео обзор хотя на будущее может быть я и буду заказывать но не сейчас и сейчас промотаем мы тогда это видео ну и в конечном итоге показывает другие большие катушки вот на большой катушке мы останемся большая катушка медную чешую показал на 30 сантиметров 30 сантиметров по воздуху дальше у нас идет чуть побольше монета показывает 35 сантиметров 35 35 и самая большая монета показывает у нас 40 43 выложу ну почему-то мне кажется со стандартной катушкой результаты были получше хотя кто знает в данном случае сейчас показывает 47 сантиметров по воздуху сожалению я не могу сказать что за монеты он у нас тестирует латуни меньше или что ну ладно не столь важность когда будем смотреть свои видео обзоры мы будем знать так дальше дальше у нас идет тестирование по глубине по глубине по глубине такая вот у нас яма вырота показывает шкалу 15 20 25 35 имеется отверстие имеется отверстие и в эти отверстия сейчас он будет помещать монеты отверстия у нас 15 20 20 25 35 сейчас он у нас будет проверяется катушку снайперку катушечка снайперка на 15 сантиметров сигнал он увидел 20 сантиметров любопытно на 20 сантиметров снайперка у него тоже веет хотя все зависит еще от грунта но судя по грунту я вижу грунт у нас земля с песочком так вставляет он я так понимаю на 25 сантиметров 2 евро на 25 сантиметров он видит эту монету ребята удивительно так ну а теперь моя стандартная катушечка которая шла в комплекте сейчас вот как раз вот и и самое интересное будет момент сейчас мы посмотрим так я почему-то смотрю он балансировку грунта а вот видите только хотел сказать про балансировки грунта он ее как раз продемонстрирует показывает что у него закладок нету все чисто земля показывает чистый пустой сигнал сейчас он у нас вставляет я так понимаю медную монету на 20 сантиметров сигнал четкий четкий сигнал именно под катушкой ничего не расплывается 25 25 сантиметров четкий сигнал 35 сантиметров невероятно у меня катушка нал торнадо нал торнадо на эту глубину тяжеловато брал и то последнее время немножко были на вопросы с катушкой так сейчас он демонстрирует у нас все то же самое только уже с большой катушкой сейчас посмотрим какая разница ну между прочим на этом приборе есть автоматическая балансировка грунта ручная и автоматическая очень удобно поместили 25 сантиметров сигнал есть четкий сигнал 35 сантиметров хороший устойчивый сигнал на 35 так 2 евро помещаюсь на 40 сантиметров 40 сантиметров в грунте большой катушкой видит хорошо конечно интересно на 40 сантиметров он видит монеты тем более 2 цента 2 евро весьма такие монеты не крупного размера у нас в россии куда больше крупнее монеты такие как катяные пятаки так пинпоинтер единственная надпись которую я разобрал сейчас он будет диагностировать а именно режиме пинпоинтер конечно было бы на русском языке было бы вообще замечательно потому что очень интересно показывает показывает например и сам вид и плюс режим прибора прибора снимается несколько камер очень интересно конечно говорит то что чем выше сигнал тем центральнее находится сам сигнал ну здесь совсем все понятно здесь в принципе ничего такого сверх естественно нет ну в принципе и все мы посмотрели больно то здесь ничего такого интересного особо больше нет вот так вот так мы вам сейчас рассказали показали мой новый прибор который я буду использовать в дальнейшем сезоне 2016 году вот для поиска старинных предметов и то что нас радует в поиске монеты крестики пуговицы надеюсь прибор оправдает моих желаний ладно смотрим смотрим а 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 Продолжение следует...